Во время прошлого боя ваш отец был рядом. Насколько сложно было готовиться к этому поединку без его помощи, понимая, что его не будет в вашем углу? Я не понимаю, когда люди спрашивают меня, насколько сложно вам тренироваться без отца. Естественно, это сложно. Я не могу понять, почему вы продолжаете задавать этот вопрос. Это очень сложно. Сами вот подумайте. У вас же есть отец? Да, конечно. Если с ним что-то случится, вам без него будет сложно или просто? Естественно, это тяжело. Я же тоже человек. Конечно, мне очень тяжело. Джастин Гэджи сравнил ваш бой с партией в шахматы. Вы лучше него разбираетесь в стратегии поединка, как гроссмейстер? Я не думаю, что это будет как партия в шахматы. Считаю, что мой бойцовский интеллект куда выше, чем у Джастина Гэджи. Он просто крепкий парень. Любит драться, любит блокировать. Он как настоящий воин. Но если мы говорим о бойцовском интеллекте, мой IQ намного выше, чем его. И я думаю, у Джастина очень хороший тренер. Это мое мнение. У него просто великолепный наставник. Если смотрели его последний бой, в котором он дрался с Тони Фергюсоном, вы наверняка видели, как его тренер помогал ему в углу. Мне кажется, его зовут Мэтт Уайман. Или... Да, Мэтт Уайман. Он дает ему очень хорошие советы. Я считаю, у Гэджи очень хороший, даже отличный тренер. Конечно, Джастин умеет драться. Может дать волю эмоциям и действовать жестко. Но если мы говорим о бойцовском интеллекте, считаю, что мой IQ значительно лучше его. Бойцы обычно не любят давать прогнозов перед боем, но иногда вы говорили в точности то, что собирались сделать, как перед схваткой с Коннором. Вы тогда сказали именно то, что и получилось в итоге. Что будет в предстоящем поединке? Ничего не поменяется. Сначала буду бороться с ним. Если уйдет в оборону, буду ее ломать. Он может защититься от тейкдауна один раз, два раза, да хоть сто раз могу их провести. Конечно, я буду бить его руками и ногами. Это будет микс кикбоксинга и борьбы. Моя цель, чтобы он устал. Я заставлю его устать. Такова моя задача. Может, в третьем или четвертом раунде я планирую закончить бой досрочной победой. Вы выиграли каждый раунд в своей карьере в UFC. Что вы думаете о судействе и вообще о начислении очков в ММА? Что я думаю? Да, вас все устраивает или есть проблемы? Мое мнение, иногда судят хорошо, иногда нет. Но самое главное, судьями должны быть те, кто сам дрался и у кого есть опыт внутри клетки. Это мое мнение. Но я не знаю, может, если из трех судей все будут бывшими борцами, то они будут выше оценивать борцовские навыки. А если вердикт будут выносить исключительно бывшие ударники, то они могут выше оценить ударные показатели. Но я не знаю, честно, не знаю, что можно сделать. Единственное, в чем я уверен, нельзя давать судить рефери без опыта в смешанных единоборствах. Это мое мнение. Это очень опасно, потому что парни усердно трудятся всю свою жизнь, чтобы победить. А некоторые судьи даже рассуждают по-другому, ведь они никогда не дрались. Могут просто испортить человеку карьеру. Вот такое у меня мнение. Перед каждым боем ко мне заходят судьи и говорят, «Привет, я буду тебя судить». И объясняют правила. И всегда у меня возникает к ним один вопрос. Когда и как вы можете остановить бой? Я всегда прошу рефери, пожалуйста, не останавливайте бой слишком рано, потому что я профессионал. Я беру риск на себя. Пожалуйста, не останавливайте бой рано, даже если что-то произойдет, ведь это ММА, и здесь один шальной удар может все изменить. Перед каждым боем я говорю тем, кто меня судит. Пожалуйста, не останавливайте бой слишком рано. Они что, всегда вам процедуру судейства объясняют, как будут очки начисляться? Да нет, они всегда только напоминают правила. Судьи не приходят. Приходят рефери, конечно же. Я ни разу не видел судей за всю свою жизнь и карьеру в UFC. Даже не знаю, как они выглядят. Судьям стоит быть более публичными? Объяснять, на что они больше обращают внимание? Это хорошая идея. Почему бы и нет? Может, стоит делать так не после каждого поединка, а после главного боя. Они бы могли объяснять публике, почему они засчитали очки так или иначе. Людям это будет интересно. Так что, почему бы и нет? Что думаете о Хамзате Чимаеве? Что я думаю? Я не знаю, какого следующего соперника против него выставит UFC. Мое мнение. Он заслуживает кого-нибудь из топ-10 или топ-15. Думаю, все же из топ-10. Чимаев достоин драться с каким-нибудь сильным соперником в пяти раундах. А после этого он заслужит претендентский бой. Это мое мнение. Значит, он по-настоящему крут? Ну, конечно. Он нокаутировал всех своих соперников. А вы как думаете? Да, я согласен, но никому не важно мое мнение. Всем важно, что думаете вы. Я считаю, что он достоин. Он достоин. Али мне сказал, что Хамзат получит бой. У нас один менеджер. И сегодня он сказал, что Чимаев получит бой. Пять раундов с сильным соперником в декабре. Это будет интересно. Может, даже главный бой в UFC. Это очень много внимания. И хорошая возможность для Хамзата. Если он выиграет следующий поединок, он достоин претендентского боя. Многие говорят, что борцовские навыки Джастина могут быть угрозой для ваших. Насколько хорош ваш соперник в этом аспекте? Я видел все его поединки. И у него очень хорошая борцовская защита. Потому что боролся почти всю свою жизнь. Но я думаю, за последние пять-шесть лет он не часто использовал свои навыки борца так, как использую свои я. Потому что я всегда этим занимаюсь. На тренировках и внутри клетки. Потому что именно контроль в борьбе сделал меня чемпионом. Не думаю, что за последние несколько лет Гэджи стал хорошим борцом. У него была база, которую он наработал еще ребенком. Но сейчас все уже изменилось. Конечно, он знает, как защищаться от тейкдаунов. Но все мы также знаем о его проблемах с выносливостью. Если я буду атаковать его в первых двух раундах, в третьем с ним будет покончено. Потому что он не так уж и вынослив. Вы высоко оценили способности Тони Фергюсона. Вас впечатлило, как Гэджи разобрался с Тони в прошлом бою? Да, знаете, конечно. Это было впечатляюще. Джастин провел великолепный бой. И победил очень сильного противника. Он показал, что может выдержать пять раундов. Но все равно он дерется только в стойке. Со мной все будет абсолютно по-другому. Ему нужно думать о тейкдаунах, об ударах руками и ногами, о грэплинге. Ему нужно думать об ММА. Ведь это не просто обмен ударами. Ему надо думать о выносливости, о моем давлении. Я буду давить его, насколько могу. И ему надо быть готовым к этому. Говоря о давлении, разумеется, всегда возникает вопрос с дистанцией баланса. Учитывая его ударную технику, ваши борцовские навыки и грэплинг, важно будет держать и контролировать дистанцию в предстоящем бою? Я думаю, это важно не только в этом, а в любом другом поединке. Дистанция, контроль, давление. Все это важно в любой схватке. В этом бою Гэджи попробует держаться на расстоянии от меня и от клетки. Мое мнение, он будет работать ногами. Я думаю, он постарается убить мои ноги своими ударами, потому что они очень хорошие. И я готов ко всему. Сейчас, когда в зале нет толпы, роль подсказок тренера во время боя возросла? Конечно, но тренеры всегда были важными. Иногда думаешь, что чего-то уже достаточно, или что не надо делать того или иного. Но тренер будет нужен тебе всегда. Это дисциплина, да вообще все. У Джастина Гэджи очень хороший тренер. Это мое мнение. Я не знаю этого человека. Возможно, раз или два мы встречались. Когда я увидел, как он корнерит его, какие советы дает, то я понял, насколько классный этот тренер. У него очень высокий интеллект. Почему я так много говорю про IQ? Да потому что в ММА дело не только в состоянии, и выносливости, и борьбе, и ударах, и твоем духе. В ММА нужна еще и голова на плечах. И у тренера Гэджи очень острый ум. Ваше мнение? Израиль Адесани сможет стать следующей суперзвездой UFC? Я считаю, он уже суперзвезда. Уже сейчас он очень хорош. Он пока непобедим. Выиграл 20 боев. Одолел много сильных соперников. Гастелома, Уитекера, Косту. Он уже защитил свой титул дважды. Или трижды. Или дважды. Да, дважды. Да, дважды. Он уже суперзвезда. Как взломать оборону Гэджи и не позволить ему драться по его плану? Я не знаю. Нужно зайти в клетку и выяснить это. Там мы и найдем ответ на этот вопрос. Я не знаю. Нужно зайти в клетку и выяснить это. Там мы и найдем ответ на этот вопрос. Джастин точно попытается меня вынести. Будет сильно бить руками и ногами. Он сильный парень. Очень сильный. Когда закроют клетку, увидим, что произойдет. У него есть план. У меня есть план. Посмотрим. Если все закончится хорошо и вы защитите свой титул, что будет вас дальше мотивировать? Очень хороший вопрос. Если честно, я не знаю. Например, я закончу с Джастином Гэджи в клетке 24 октября. А что дальше? Это очень хороший вопрос. Посмотрим. Я люблю состязаться и биться с лучшими бойцами мира. Именно поэтому я здесь. Я выступаю в UFC не из-за денег. У меня много бизнес-проектов. Без UFC я могу зарабатывать. Вы можете уйти на покой после этого боя. Я так не думаю. У нас есть несколько вариантов, но о них мы подумаем после этого поединка. Дэйна сказал, что после этого боя он подготовил для меня нечто особенное. Но я ему ответил, прибереги это, пожалуйста. Обсудим это после боя. Он сказал, что после этого боя будет что-то колоссальное. Посмотрим. Вас злит, что имя МакГрегора все еще всплывает рядом с вашим? Прямо сейчас я сконцентрирован на бое с Джастином Гэджи 24 октября. Я только на него и нацелен. Я не хочу недооценивать этого парня. Джастин очень сильный соперник и серьезный мужик. Он идет за своей мечтой. Он голоден до побед. Недавно он одолел Тони Фергюсона. Его нельзя недооценивать. Поэтому я сфокусирован только на 24 октября. Пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова озвучил Евгений Белоусов специально для Ушатайки. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!